Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришн. На днях Цискоридзе дал интервью, оно доступно на YouTube. Довольно, вы знаете, скандальное интервью, потому что он сделал огромное количество заявлений. Он сказал, что лучше всего руководители Большого театра пилят бюджет, и это оскорбление нации. Не то, что они пилят бюджет, а сами они, оскорбление нации. Также он заявил о домогательствах, он сказал там все через постель. Я когда в видео говорил, о ком он говорит, я намеренно эту фамилию не произносил, потому что, ну вы сами понимаете, это довольно серьезные вещи, довольно серьезные заявления. Но вышли огромное количество после его интервью публикаций на разных таблоидах, и в данном случае публикации именно об этом человеке, поэтому уже невозможно не назвать. Он говорил о Сергею Филине, да, вы помните, ему плеснули вот в лицо. Значит, Филин отреагировал на интервью Цискоридзе, он говорит, я так не поступаю. Филин отверг обвинения Цискоридзе в домогательствах в Большом театре. Напомню, Цискоридзе сказал, что, значит, Филин даже сам просил якобы там объяснить, вот что по-другому не бывает, что нужно вот так, ну вы понимаете, о чем я говорю, да. Сергей Филин заявил, что слова Цискоридзе клевета. Ну получается тогда, что он будет в суд подавать, интересно, на Цискоридзе. Бывший худрук трупа Большого театра Сергей Филин отреагировал на обвинения, пишут в свой адрес, со стороны артиста балета Николая Цискоридзе. Ранее танцовщик сообщил, что Филин, распределяя роли в спектаклях среди артисток Большого театра, предлагал им стать его любовницами, ни больше, ни меньше. По утверждению Сергея Филина, Цискоридзе лжет. Вот, я его знаю с детства, он всегда врал, сообщил Филин в беседе с 360tv.ru. Друзья, вот вдумайтесь, вот мы с вами становимся свидетелями такого заочного, да, заочной полемики. То есть Цискоридзе сказал интервью, этот дает интервью. И вот чувствуете уже какое-то такое ощущение грязи. Представьте там в театре что творится, вот при распределении ролей, вообще в принципе, это зависть друг к другу. А вот она или он получил главную роль, как-то вот омерзительно. Все-таки театр, это понятно, что, наверное, всегда было и будет, но зрители приходят в театр, видят постановку, это все красиво, это все вот одухотворенно. А вот, понимаете, вот червоточинка вот это, конечно, даже вот сейчас читая, понимаешь, насколько, вот насколько грязь там есть. Значит, Николай Цискоридзе, рассказывая о харассменте в Большом театре, упомянул Анжелину Воронцову, которая была его ученицей. На это Сергей Филин ответил, что артистка ранее не раз утверждала, что Филин ее никогда не домогался. Я не поступаю так с женщинами, высказался Филин. Значит, бывший руководитель труппы напомнил о судебном процессе, на котором прозвучало заявление Цискоридзе, что Филин спал со всеми. И тогда все танцовщицы пришли и заявили, что это подлая ложь. Ну, друзья, если они были в тот момент, они работали, да, танцовщицы, в Большом театре, не могли ли они, задам вопрос, заявить это, потому что они там работали и боялись потерять место? Просто вопрос. Значит, ранее Николай Цискоридзе в интервью Василию Конову, это YouTube-канал Василия Конова, вы можете посмотреть, кстати, шикарное интервью, очень такое убойное, сообщил, что в Большом театре артисткам предлагают получить роль через интимную связь. По словам звезды балета, одна танцовщица все рассказала и едва не поплатилась своей жизнью, то есть ее хотели убить. В этом обо всем рассказал Цискоридзе напрямую, вот в этом интервью на YouTube-канале Василия Конова. Ну, вот Филин отреагировал. Интересно, будет ли судебный процесс теперь за клевету в отношении Цискоридзе? Не знаю. Друзья, пишите ваши комментарии, что думаете по поводу заявлений Филина, что Цискоридзе всегда врал. Не знаю, для меня Цискоридзе огромный авторитет. Для меня он не похож на человека, который всегда врал, да, или который всегда врет. Я с большим уважением к Николаю Максимову очень отношусь и считаю, что этот человек сверхкультурный, очень достойный, и Россия, я думаю, что должна полниться такими именно людьми. Друзья, с вами был Будда Гришна, всем пока, до встречи. Продолжение следует...